Здравствуйте, с вами Анна. Добро пожаловать на мой канал о здоровом образе жизни. Я продолжаю серию своих видео о опущении органов. И сегодня хочу поговорить с вами о массаже живота. Точнее сказать, прежде чем я покажу, как это сделать, хочу показать вам, какие органы находятся у нас в брюшной полости. Сразу под диафрагмой лежит очень большой и важный орган. Это наша печень. Состоит из четырех долек. Мы здесь только видим две. Правую и левую. Правая намного больше, чем левая. И здесь тоже могут быть причины, различные причины для опущения. Например, застой желчи или застой венезной крови. Эти причины мы можем уже с помощью диафрагмального дыхания в какой-то мере облегчить. То есть печень не будет сама пытаться как-то избавиться от этой желчи. И венозная кровь будет легче отходить, если мы правильно дышим. Я вам уже рассказывала, как правильно дышать с помощью диафрагмы. Поэтому посмотрите мои видео об этом. Печень делает желчь. Это очень важный продукт для пищеварения и вывода жирорастворимых токсинов. Как мы видим, здесь у нас проходит желчный проток. Он открывается в двенадцатиперстную кишку. Здесь есть такой называемый сфинктер оди, куда это входит. И это происходит во время того момента, когда пища из нашего желудка поступает в двенадцатиперстную кишку. Если же мы не кушали, то желчность продолжает также выходить. Но она тогда собирается в так называемом желчном пузыре. И потом, когда при необходимости, он начинает выходить в общий желчегодный проток. С этой стороны слева мы видим наш желудок. Он как бы лежит еще под печенью, поэтому часть его не видно. Здесь происходит пищеварение белков в основном. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь происходит не измельчение пищи, а переваривание пищи. Для измельчения пищи у нас есть другой орган, специально для этого созданный, приспособленный. Это наша ротовая полость и зубы. То есть, если мы плохо что-то прожевали, большими кусками проглотили, что происходит, когда мы торопимся или невнимательно кушаем, смотрим телевизор, или еще что-то читаем, например, или в компьютере смотрим что-то, то получается, мы глотаем пищу очень большими кусками, и желудку приходится тратить очень-очень много энергии, чтобы не только переварить эту пищу, но еще и измельчить эту пищу. Получается, что пища в достаточно большом количестве перерабатывается и начинает гнить. То есть, что получается, когда мы возьмем фарш и положим его, например, при температуре 38 градусов на 2-3 часа. То есть, фарш тоже начинает гнить, начинает пахнуть, а в нашем кишечнике точно такая же температура или даже еще больше. И если протеины, или вот кто кушает мясо, ну и даже не мясные продукты содержит, тоже все продукты содержат протеины, не достаточно быстро покинут желудок, то начинает гниение, начинается гниение, брожение и так далее. То есть, тоже воспалительные процессы из-за этого и различные проблемы уже с самим желудком. Желудок вырабатывает, клетки желудка вырабатывают соляную кислоту. Также они вырабатывают слизь, которая сразу защищает желудок от этой соляной кислоты. Вырабатывают ферменты, пепсин, который может активироваться только соляной кислотой. Поэтому низкая или высокая кислотность желудка – это всегда не очень хорошо. В одном, когда низкая кислотность очень сильная, то она может привести к язве. И другая же, наоборот, если высокая кислотность желудка, то плохо перевариваются белки и опять же начинается гниение, брожение. И это тоже может привести к язве желудка. Кроме этого, здесь вырабатываются другие важные вещества для переноса, например, витамина В12. То есть, если у нас проблемы есть, то этот витамин будет у нас очень плохо усваиваться. После первичного переваривания пища из желудка поступает, как я уже сказала, в 12-перстную кишку. Почему 12-перстная? Потому что ее длина равна 12 пальцам каждого из нас. То есть, каждый может примерно вот так вот положить, еще два рядышком и померить вот такой длины наша 12-перстная кишка. Сюда, как я уже сказала, через сфинктер Ози выходит желчь, которая создается печенью. И сюда же выходят все ферменты поджелудочной железы. Опять же, для переваривания желков, белков и углеводов. На том же самом месте, через этот сфинктер Ози. И самое большое количество пищи, которая как бы идет в кровь, то есть, усваивается нашим организмом, происходит опять же в 12-перстной кишке. То есть, очень-очень важный орган. Это часть тонкого кишечника, но вот имеет свое такое специфическое название. Так как кислотность пищи, поступаемая в 12-перстную кишку и желудка, очень кислая, то обязательно должно быть достаточно желчи, которая по себе имеет челочную природу, чтобы нейтрализовать эту кислоту. Потому что, в отличие от нашего желудка, 12-перстная кишка не имеет такого количества слизи, которая защищала бы ее от этой кислоты. И поэтому, если у нас очень мало желчи, печень работает плохо, потому что мы просто не можем дышать ее фрагмой, не можем делать такой дренаж своеобразный, то получается язва 12-перстной кишки теперь уже. После того, как пища здесь сосалась, переработалась, остатки ее, в основном это целлюлоза, идет по тонкому кишечнику и служит пищей для нашей дружественной флоры. Для так называемых пробиотиков, которые питаются как раз вот этой вот целлюлозой, она им нужна. И сами они при своей жизнедеятельности вырабатывают различные продукты, которые нам очень нужны. Это и витамины, это и ферменты, и при их разложении, но когда бактерии умирают, тоже идет очень много различных аминокислот, которые, опять же, всасываются и употребляются нашим организмом для строения каких-то своих белков, например, гормонов. В конце тонкого кишечника находится иллюцикальный клапан, то есть, опять же, такой сфинктер, как мы видим здесь и здесь, ну, круглая мышца просто. И здесь все содержимое переходит в толстый кишечник. В самом низу, в правой стороне, мы видим слепую кишку и так называемый аппендикс. Слепая кишка очень важна и аппендикс тоже. Это как бы инкубатор для нашей хорошей микрофлоры. То есть, когда у нас идет терапия с антибиотиками, то очень много этой хорошей также флоры погибает. И чтобы она опять могла размножиться, здесь такой существует своего рода инкубатор, откуда потом она размножается и опять заселяет кишечник. Также это орган нашей иммунной системы. Здесь тоже находится огромное количество иммунных клеток. То есть, пища, которая поступает сюда, также, опять же, еще раз дезинфицируется. И таким образом, ну, нейтрализуется и не может уже навредить как-то нашему организму. Но, как вы знаете, у многих уже в детском возрасте этот аппендикс отрезается. И оттуда, как говорится, получаются различные проблемы с пищеварением и с иммунной системой, ну и, в конце концов, со всем организмом. Дальше пища должна, здесь вот очень внимательно, подняться наверх по толстому кишечнику. То есть, против гравитации Земли. Это сделать очень трудно. И поэтому пища уже здесь должна иметь такую специальную консистенцию. Должна быть пластичной, эластичной, чтобы хорошо подниматься. И перистальтика кишечника должна очень быть хорошей. Если же мы неправильно питаемся, если у нас опущение идет, то здесь может быть застой. Вот эта вот слепая кишка может раздуваться. Ну и, конечно, все это может привести к аппендициту, то есть воспалению аппендикса и вот к этой кооперации, которую постоянно делают. Здесь нам, во-первых, может помочь хорошее питание, неправильное питание, режим дня, воды и, конечно же, массаж живота, которым будет идти дан речь. После того, как пища поднялась, она должна пройти через кишечник, который лежит вот так вот через, ну, квер здесь вот. И мы видим, что здесь вот такой поворот есть. И на этом повороте часто вот здесь вот в уголках застревает еда, накапливается, образуются прям камни уже конкретные. Если мы не своевременно чистим кишечник или питаемся неправильно, то есть когда очень мало целлюлоза идет. Целлюлоза – это как бы, ну, щеточка, которая чистит у нас все ворсинки, ну и, конечно же, способствует перистальтике и чистоте толстого кишечника. Затем, опять же, ну, здесь вот она не прорисована, это часть толстого кишечника, то есть она лежит вот так. Так, здесь вот еще один поворот, и тоже на этом повороте может накопиться всякая вот такая вот нехорошая гака. Потом вниз, и вот здесь опять поворот в сигмовидную кишку. И так же, как и здесь, может здесь что-то застревать, набухать. Эта сигмовидная кишка, она может прям раздуваться, быть при пальпации очень болезненной. Это надо знать. И потом все уходит в прямую кишку и наружу. Как мы видим, перед прямой кишкой, здесь вот женский вариант показа, находятся еще два важных органа. Это наша матка с яичниками вот красного цвета. И перед маткой лежит, ну, лежит наш мочевой пузырь. Теперь, что касается опущения. Ну, есть про печень я уже сказала. Застой желчи или застой венозной крови делает ее очень тяжелой. И она начинает опускаться. Причем под печенью, здесь вот еще не указано, находится почка сразу с надпочечником. То есть она тоже начинает страдать, разворачиваться, закручиваться. Мочеточник, как мы видим, вот у нас мочевой пузырь, где внизу на самом лежит. А почка вот здесь вот наверху и здесь вот через все это должен пройти мочеточник, который, ну, не толще, чем мой пальец. То есть здесь тоже могут возникать проблемы. Плохой отток мочи означает постоянные пиленефриты, то есть постоянные какие-то воспалительные процессы в почках, накопление каких-то остатков, которые превращаются потом в песок, потом в камни. Вот, если камень идет по мочеточнику, то это очень-очень болезненная ситуация. А слева, вот здесь вот самого слева находится орган, который мы еще не затрагивали. Это селезенка, очень важный орган для иммунной системы и для кровеносной системы, для обновления крови. Что у нас еще? Если же желудок, желудок такой орган, он может растягиваться. То есть если мы переедаем постоянно или у нас пищеварение плохое, замедленное, там накапливается, то есть одно еще не ушло, а мы опять покушали, то это начинает растягиваться и желудок начинает опускаться. То есть он может быть все больше, все больше, все больше и доходить прямо вот до сюда. То есть тем самым он может лежать потом и на тонком кишечнике и как-то мешать при стадике толстого кишечника вплоть, как говорится, до органов малого таза. И, конечно же, наше тазовое дно может просто не выдерживать этой нагрузки и расслабляться, то есть уходить вниз, утягивая тем самым все, что здесь лежит за собой. Но про толстый кишечник мы уже говорили, что если здесь тяжелые камни, которые могут весить до нескольких килограмм, то это тоже, конечно, под тяжестью силы земли идет вниз, тянет нас, могут даже возникать боли в пояснице, то есть со спиной проблемы возникают. То есть здесь тоже надо постоянно очистки делать, как мы говорили в прошлом видео. Я рассказывала вам, как сделать очищение кишечника правильно. Поэтому посмотрите обязательно и делайте это совместно с массажем живота. Еще одна интересная особенность, но если мы сейчас представим просто себе почки, одна лежит под печенью, одна вот здесь вот. Под ними расположены в эмбриональной стадии наши яичники. То есть мы возьмем женщину, яичники не здесь они находятся, а вот здесь, когда мы еще как эмбрион. И артерия, которая снабжает эти яичники, выходит из почечной артерии. Во время развития яичники опускаются вниз, то есть у женщины они вот сюда опускаются, а у мужчины через специальный канал выходят наружу. Но артерия вот эта, она так вот и длится здесь, она еще тот же, чем этот четочник. Она прям вообще микроскопическая и, ну, то есть проходит через всю брюшную полость практически позади, чтобы снабжать важные органы, репродуктивные органы кровью. И если у нас какие-то проблемы в брюшной полости возникают, могут тоже эти артерии зажиматься, кровообращение нарушается и оттуда идут все проблемы с оплодотворением. И такие пары долго не могут иметь детей. Ну и мужчин могут быть еще различные другие проблемы. Также гормонального фона, который влияет на все, то есть на как человек выглядит, какого он роста, какое у него настроение, как хорошо у него растут волосы и, и, и. То есть это очень важно. Массаж живота или так называемый висцеральный массаж помогает нам сбавиться от застоев, от воспалительных процессов, потому что если все хорошо начинает двигаться и кровоснабжаться, то и воспалительные процессы могут уходить. Поэтому я вам порекомендую сначала сделать очищение, то есть посмотрите мои предыдущие видео из этой серии, сделайте все, что там показано и рассказано, и потом приступаем к массажу. Можно параллельно во время очищения, например, делать массаж уже. Массаж делать лучше такой на голодный желудок, то есть с утра длится он недолго. Мы работаем по пунктам. Сначала просто по часовой стрелке гладим наш животик и постепенно начинаем углубляться, углубляться. Почему по часовой стрелке? Потому что вся перистатика в основном в тосту к кишечнике идет по часовой стрелке. То есть мы как бы этот процесс еще ускоряем, поддерживаем. Затем у нас есть некоторые важные пункты, на которые мы просто надавливаем. Можно четырьмя пальцами вот так вот сложить их и надавливать. Или же палец на палец вот так вот таким способом. Или же кому удобно двумя пальцами вот так надавливать. Какие-то пункты я вам расскажу в следующем видео. Мы подробно обсудим всю схему и начнем массаж живота. Поэтому обязательно абонируйте мой канал, чтобы не пропустить эти видео. Я желаю вам. Будьте здоровы. Делитесь этим видео с друзьями. Если вам понравилось, то поддержите меня пальчиками наверх. Мы увидимся в следующий раз. Не пропустите.